Вообще просто шикарно! Какая мозаика! А, такая милота! Просто потрясающе! О, шикардос! Просто обалдеть можно! Обалденный, сказочный! Красота! Вечки, мы два писали! Ой, круто! Обалдеть! Да, ребята, скажу я вам! Вы обалдетьте просто! Всем привет! С вами Наталья Фатеева! Сегодня мы прогуляемся по совхозу имени Ленина. А вотчина Павла Грудинина. Поехали! В общем, все здесь посвящено. Клубники пока. Мы уже проехали по самому совхозу. Здесь все обалденно. Сейчас вот дойдем до парка, наверное, да, мы предположили. Впечатление, что попали просто. И вы обалдеете просто! Вот яблоко обалденное! Специально, наверное, на пленеры выходить. Ой, клумбы! Вообще прелесть! Обалдеть! Обалдеть! Поэтому мы проходим мимо амбулатории совхоза имени Ленина. Все везде обновлено. Тисто, почти стерильно. Красота! Там зеленый зон огорожен. Да! Ветер, смотрите, какой сказочный! Вот! Обалденный, сказочный дворец! Ты сказал, это нечто! Ой, ну везде просто клумбы! Потрясающий! Вот памятник трактор! Настоящий! Какая ограда! Как вы видели, ограда! Вот! Это то, о чем я говорила! Почему не сделать отделку просто материалами, которые не обглупаются? Да, конечно! Вот и все! Не надо им, надо чтобы каждый год ремонтировать. Ставься в хозы, не надо каждый год ремонтировать. Они сделали один раз, у них все стоит. Вот такая вот красота! Вот эта отделка, я не знаю, шубы, короеды и прочее. Они вот хотя бы держатся на зданиях. Вот то, о чем я недавно... Добиваешь, да? Да, чего я добиваюсь! Недавно я сетовала, что можно, наверное, один раз покрыть. Граждение шикарное, везде великолепное покрытие, всех дорожек и дорог. Вот парк. Роль столбиков выполняют вот такие витязи. Человеческий рост. Человеческий рост. Да, высшего человеческого рост. Ну, мам, такой богатырь просто. Богатырь, да. Ну, во-первых, я вам так скажу, каждый столбик украсить вот такими вещами. Дорогого стоит. Вот огромный стадион. Беговые дорожки шикарные. Завидуют любая эта спортивная школа. Здесь и футбольное поле большое, футбольное поле малое. Покрытие везде. Такой архитектур с машинками. Ну, потому что Далина Сказок это называется. Комплекс. А это Далина Сказок? Ну, это вот просто дворова площадка. Ну, это просто площадка во дворе дома. Современная, тоже с покрытием. Все сикарно. Отфаль что-то не вижу я ямочных. И ремонтов. И асфальт видно, что его не вчера положили. Целая разметка, целый асфальт. Значит, используют какие-то нормальные технологии, потому что делают для себя. И деньги не стоит задача отмыть и разворовать на ремонте дорог. А стоит задача, чтобы дороги были целыми. Я так расцениваю, правильно? Вот еще какой-то красоте сказочной мы подходим. Тоже, наверное, детский сад. Сейчас узнаем, что это за красота такая. Обалденная крыша, вообще шикарная. Как будто это мультик какой-то. Хогвартс. Это обалдеть. Обалдеть. А, такая милота. Вон, самокатики. Самокатики для деток. Самокатики. Площадка для самокатиков. И для велосипедиков. И да. Добро пожаловать домой. Мир торг здесь. В супермаркет. Здание, вот я хочу, субконтракт вы увидели. С злого волшебника стоит здание. Ну да, оно такое зловещие здание. Все для людей. Хотите так, пожалуйста, вот вам личный вход в квартиру. В общем, везде гнусье, ковка. Даже самые вот обычные дома, казалось бы, огорожены красивенько. И чистоколом из арматуры. Вот везде вот кустики. Нет ни одной заброшенной клумбы. Что-то где-то благородное везде растет. Травка ухоженная, явно своевременно стриженная. Зона отдыха. Если нужно приложить карту, тогда тебя запустят. Потому что зона отдыха открыта для жителей, проживающих в поселке совхоза имени Ленина. Вот зона прудов с огромным беющим фонтаном, с лебедями. Вот такая вот красота. Ой, вот смотри, там лебеди летают, кружатся. Домик у них. Зацвела яблоня наконец-то. Всюду осень, а в совхозе имени Ленина весна. Сказка? А вот тут рядом раз и осень. Ну, в сказке же. В сказке так вот и бывает. Осень она не спросит, осень она придет. Стремительно желтеют дерева. Скандинавские палки, счастливая старость. Да, мечта. Ой-ой-ой, какая красота. Это школа? Школа номер 548 Царицыно. Ультра-современная. Школа? Ультра-современная. Даже страшно подумать, что там в нутрях. Как нам сказали, в этой школе со второго этажа на первой школьники съезжают с горки. А смотри, какие у них просто светильнички. Где? А, ну да, просто светильнички. Просто кругом. Просто кругом. Вон, фиолетовые, вон, бедные. Просто кругом, просто светильнички. Вон, видишь, какие эти ландыши. Круговые движения оформлены. Суперские. Здесь вот старая машина. Тоже все в цветах, витки, камни притащили. Вот везут елочку на посадку. Вот такие здесь круговые движения. Жилописные. Во-первых, сразу видно, что здесь много-много лет уже этим занимаются. И занимаются на регулярной основе. То есть и сейчас продолжают заниматься благоустройством. Судя по разновозрастности и насаждений, и оформлений. Уважаемые жители поселка убедительная просьба убирали со своими питомцами. О, шиповник вообще красота. Смотри, какие ягоды. Да, у меня я говорю, да, гад свел. О, какой огромный. Да, они как цветы. Ну, вообще. Вообще красота. Где-то цветет, где-то уже. Ой, какая красота. Запах обалденный. Вон там фонтан, рыбакит. Слушай, ну у них даже это, даже рябина вон какая вот кожаная. Ой, это так красиво. Красотка. Видишь, какая рябина прям. На таком стволе такая красота. Вот рыбакит, который бьет фонтаном. Лебеди плавают. Все шикарно. Вот везде только свистят про этих, про инвалидов. Ой, какой удобный пандус сделан. Явно здесь ничего не рассыпется. Эта флитка. Вон с поручнем. Из нержавейки. Дети деревьев мне нравятся. Ну, это та вот. Мне она тоже вообще нравится. Красиво. И она, наверное, вот не сменяется. А кто ее знает? Ой, какая прелесть. Будка со свежим молоком. Вот так, с совхозным молоком. И вот такая будка. 50 рублей литр. Отлично. Повсюду-то тут-то там имеются вот скамейки. Вдруг гулял, устал. Хочешь присесть? Пожалуйста, присядь, отдохни. Повсюду урны. Тоже не надо ходить полдня по совхозу, чтобы найти, куда выкинуть фантик. А вот эта вот старая часть совхоза, где по старинке белье сушат на веревке. Благолепно. Детский сад «Клубничка». Ну, я вам, ребята, скажу, такую небольшую площадь. Очень много детских садов. Наверное, здесь все обеспечено детскими садами жителей. Пешеходные переходы вот через каждые 15 метров. 18-го года трактор. 101 год трактору. Поставили, видишь, новые колеса на него. Покрасили. И это тоже 1918-го. О, трактора какие. Каждому квадратному метру посвящено внимание. Да? Ложка дегся. Благолепие совхоза имени Ленина. Тысячу лет не ела «Клубику». Еще с тех пор, как переехали из Сибири. С удовольствием купили и слупили почти килограмм, не выходя из совхоза. Посмотри, какое дерево, которое ночью светится. Дворец культуры. Советская постройка, да, обновили? Совхоз имени Ленина. Дедушка Ленина. Такой нестандартный Ленин. Везде стоит угрюмый. А здесь сидит расслабленный. Дедушка Ленин. Красавчик. Ну, наверное, туда не попадешь. Смотри, какая там очередь. Очередь в парк. Вот так вот. Жар птицы. Какая красота. Посмотрите, какая очередь в парк. Наверное, он обалденный. Вот стоит охранник, благодаря которому ни один ребенок без мамы не может выйти из парка. Красотища. Красотища. Нам рассказали, что в этом парке какие-то сверхъестественные интерактивные штуки. Так что неудивительно, что туда стоят очереди. Такая получилась у нас прогулка по совхозу имени Ленина. Мягко говоря, мы потрясены. Да? Да. Это что-то, как будто бы ты попал не то, что даже там не в Россию, а в другую какую-то реальность. В сказочную реальность, как будто бы мы попали. Поэтому будете в Москве. В качестве этой сопримечательности рекомендую посетить ЗАО совхоз имени Ленина. Эту красотищу стоит увидеть своими глазами. Мацаной благоприятнейших впечатлений. Есть к чему стремиться, называется. Поэтому с удовольствием погуляли. Поели черники, купили сыр... Ой, голубики, простите. Купили сыр и молоко производства... Ленин, да. Это совхоза имени Ленина. Мама уже попробовала молоко. Ну что скажешь? Молоко вкусное. Молоко вкусное. Сыр будем пробовать дома. Всем пока. До новых встреч. Стремительно приближается осень, друзья. Ну я согласна полностью. Конечно, это надо все смести нафиг вот эти вот... Если тут еще не достроено... Какие-то тут... Да. И понаставить человейников. Развращать. Развращать. С детства. Даже разговора быть не может. Может быть, не исключено. В сказке так вот и бывает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова